И, наконец, Плутон. Логотип. И, наконец, Плутон. Air. Ampersand. Space. США. Спустя 9 лет после старта, автоматическая межпланетная станция Neu Horizons приблизится к самой последней из 9 планет и попытается разгадать ее тайну Эндрю Чайкин. Эндрю Чайкин. Наса. 14 июля 2015 года около 9 часов вечера по восточному времени гигантские параболические антенны наземных станций дальней космической связи НАСА уловят радиосигналы. Данное событие ознаменует собой завершение космического путешествия длиной в 3 миллиарда миль. Сигналы из космоса долетят до Центра управления полетами в Мириленде, где их будет с огромным нетерпением ожидать астроном Алан Стерн. Алан Стерн. Из юго-западного исследовательского института в Боулдере, штат Колорадо. Если все пройдет штатно, то данное событие будет означать, что зондирование планеты Плутон, которое Стерн с такой настойчивостью проводил в течение последних 25 лет, удалось. А за 13 часов до этого, 1100 фунтовый зонд Neu Horizons. Новые горизонты размером с рояль пролетит мимо этой карликовой планеты, окруженной своими спутниками, и перешлет фотографии крупным планом вместе с прочей информацией, благодаря которой, как полагает Стерн, придется переписывать учебники. И это обязательно случится, если зонду Neu Horizons. Удастся выстоять в единоборстве с частицами космической пыли Эльда, которые способны нанести смертельный удар по космическому аппарату, мчащемуся на скорости 31 тысяча миль в час, еще до того, как он успеет передать информацию на Землю. Все не так-то просто, говорит Стерн, еле скрывая улыбку. Он как будто и не боится этого тяжелого испытания. Да и куда там бояться, ведь к настоящему моменту Стерн, как главный вдохновитель и руководитель проекта Neu Horizons, уже давно привык к напряженной работе и свык со стомительностью ожидания, поскольку проблемы возникали на протяжении практически всего полета к Плутону. 25 лет тому назад, когда Алан Стерн только подступался к изучению Плутона, специалисты по исследованию планет еще только ожидали получить данные из борта двух космических аппаратов Вайджер, запущенных в 1977 году и совершавших длительное путешествие по Солнечной системе. В свое время траекторию полета Вайджер-1 хотели проложить рядом с Плутоном, но вместо этого выбрали более заманчивые цели, такие как спутник Сатурна, Титан. В 1980 году Вайджер-1, пролетив мимо Сатурна, направился в межзвездное пространство, а вскоре в августе 1989 года, после того, как Вайджер-2 пролетел мимо Нептуна, закончилось большое космическое путешествие. Но большинство ученых спокойно отнеслось к тому, что Плутон выпал из поля зрения науки. Но только не Алан Стерн. Он посчитал, что освоение Солнечной системы отнюдь не закончено. К весне 1989 года, получив степень доктора философии по астрофизике и планетологии, Стерн уже стал подумывать о том, как бы постараться убедить Найса в том, чтобы послать космический аппарат к девятой планете, Плутону. И он решил продвигать свою идею. Я был молод, поэтому мои более старшие коллеги, и те, которым было около пятидесяти, все они говорили мне, мол, ты шутишь. Пока аппарат туда доберется, нас уже не будет в живых. И Стэн решил взяться за дело, собрав вокруг себя несколько молодых ученых и даже некоторых более старших коллег. Его проект стал выглядеть еще более заманчиво, После того, как Вейджер-2 облетел Нептун и в руки ученых наконец-то попал первый качественный снимок одного из его спутников, покрытого льдом Тритона, который считался близким родственником Плутона. На снимках Вейджера ученые увидели какой-то поистине фантастический, искривленный рельеф и вдобавок ко всеобщему удивлению, гейзеры, извергающие жидкий азот. Поэтому у ученых были все основания полагать, что Плутон может выглядеть столь же фантастично и быть не менее интересным объектом исследования. Точка-точка-точка Планета Плутон была открыта в 1930 году молодым лаборантом обсерватории Клайдом Тамбо. Тамбо. После года наблюдений. Эта планета еле-еле видна и настолько далеко отстоит от Земли, расстояние от Солнца до Плутона равно 3,7 миллиардом миль, а период обращения равен 248 годам, что на протяжении почти 50 лет астрономы так и не смогли ее заметить, поскольку в те времена еще не было телескопов необходимой мощности. В 1978 году был открыт спутник Плутона Харон размером со штат Техас, то есть в половину меньше самого Плутона, и даже сейчас истинные размеры Плутона не установлены. По некоторым оценкам его диаметр составляет 1430 миль, Т. Е. Приблизительно две трети размера Луны. Мощный прорыв произошел в 1976 году, когда трое астрономов обнаружили на поверхности Плутона с помощью методов инфракрасной спектроскопии небольшое количество замершего метана. Через несколько лет было установлено, что лед представляет собой в основном смесь азота и окиси углерода. Напомним, что температура на Плутоне достигает минус 380 градусов по Фаренгейту, или минус 230 по Цельсию. В 1988 году астрономы с помощью космического телескопа НАСА в течение пяти минут наблюдали, как Плутон в процессе своего движения по орбите перекрыл свет одной из далеких звезд, при этом тусклый свет стал появляться не внезапно, как у планеты, не обладающей атмосферой, а постепенно, что говорит о слабом намеке на пусть разряженную, но атмосферу. В наблюдениях принимала участие и Лесли Янг, которая незадолго до этого получила диплом физика, но еще не поступила в аспирантуру. Она сказала, что эти пять минут полностью изменили ее жизнь. В настоящее время Лесли является заместителем научного руководителя проекта НЕУ. Когда в 1983 году Марк Буя, начал изучать Плутон, всем было прекрасно известно, что эту планету нельзя увидеть ни в один из наземных телескопов. А уже в 1994 году Марку выделили время для проведения исследований на телескопе Хаббл, и вот тут-то впервые Плутон показал свое лицо, правда, не полностью. Но даже в такой мощный телескоп, как Хаббл, эта планета представляла собой всего лишь небольшую точку, площадью всего в несколько пикселей, на фотографиях можно лишь различить чередующиеся светлые и темные пятна, изменяющиеся со временем. Эти снимки считаются самыми качественными. Между тем, Стерн с коллегами предположили, что неустойчивые льды на поверхности планеты и ее разряженная атмосфера взаимозависимы. Они изменяются в медленном и сложном танце. При этом перемещение льда носит сезонный характер, он то испаряется с тускло освещенного летнего полюса, то конденсируется в кромешной мгле, скрывающей зимний полюс. Оказалось, что Плутон – это не просто эдакое подобие замерзшего меча, но гораздо более сложный космический объект, чем большинство ученых могло себе представить. А к тому моменту, революция, радикально меняющая научные представления о Солнечной системе, набирала обороты. Пытаясь проникнуть взором в пространство, раскинувшееся за пределами Плутона, исследователи обнаружили еще более отдаленные планеты, некоторые из которых по размеру почти равны Плутону. И вот, в конце 1990-х ученые поняли, что изучаемые ими объекты являются членами довольно многочисленного семейства, известного под названием «каменно-ледяные карлики», о точном количестве которых можно только догадываться, но вероятно, оно уже достигает нескольких тысяч. Этот недавно открытый дивный мир, состоящий из множества малых тел, был назван в честь Джерарда Койпера, основателя Лунной и Планетарной лаборатории Аризонского университета, которого считают отцом-основателем современной планетологии. Поиск Койпера стал еще одной из загадок Солнечной системы. В конечном итоге Международный астрономический союз, ИО, лишил Плутон статуса полноценной планеты и не звел до положения карликовой планеты. Такое понижение в ранге стерны некоторые планетологи продолжают оспаривать. И, несмотря на то, что некоторые учебники в нестоящее время насчитывают в Солнечной системе восемь планет вместо девяти, дискуссия вокруг термина «планета» продолжается. За долго до этого спора Стэн решил немного по-другому подать идею космического полета к этой планете. И Плутон неожиданно перестал быть одиноким неудачником, Стэн стал все меньше говорить о полете к девятой планете и больше, о возможности изучения самого большого и самого интригующего из известных объектов, находящихся в поясе Койпера. Но, несмотря на все усилия стерна, его предложение было встречено прохладно, виной тому высокая стоимость проекта и очень долгий перелет к Плутону. Многим ученым-пленетологам, конкурировавшим за финансовую поддержку со стороны НАСА, пусть и ограниченную, все же иногда удавалось ее заполучить. В 1990-х и 2000-х годах космическое агентство, судя по всему, колебалось насчет отправки аппарата к Плутону. Отдаленная планета то появлялась в списке перспективных проектов, то вновь исчезала. И только в 2003 году НАСА утвердила предложение Стэна о полете, но не к Плутону, а к одному из объектов пояса Койпера. Стерн назвал этот проект неу «Хоризонс» — «Новые горизонты». Из-за того, что космическому аппарату предстояло долететь до неисследованных объектов Вселенной, проект был относительно низкозатратным и, к тому же, его можно было быстро воплотить. В начале 2006 года появилась благоприятная возможность для запуска корабля к Плутону. Если осуществить запуск именно в этот момент, то зонд «Неу Хоризонс» мог бы впоследствии пролететь через Юпитер. В этом случае из-за ускорения, которое зонд получил бы, благодаря гигантской гравитационной силе Юпитера, время полета сократилось бы с 14 лет до 9,5. Следующий благоприятный случай появился бы только после 2020 года, однако в тот момент у астрономов уже не будет возможности изучить атмосферу Плутона, поскольку к тому времени он будет двигаться от Солнца по вытянутой эллиптической орбите, а его атмосфера замерзнет и осядет на поверхность. У команды ученых оставалось меньше трех лет для того, чтобы спроектировать и построить космический корабль, а также проверить работу его систем. «Почти все наши знакомые говорили нам, медлить больше нельзя», — вспоминает Стерн. Один из самых напряженных моментов настал летом 2004 года, когда Национальная лаборатория в Лос-Аламосе временно приостановила свою работу из-за форс-мажорных обстоятельств. Было обнаружено нарушение режима безопасности, тем самым поставив под угрозу производство Плутония для ракетного двигателя. Но, в конце концов, создатели космического аппарата уложились в сроки без больших затрат. Корабль «Нео» покинул Землю 19 января 2006 года. Его вывела мощная ракета-носитель «Атлас В» на самой большой скорости, с которой когда-либо двигался космический корабль — 36 тысяч миль в час. Менее чем через 9 часов корабль уже пересек орбиту Луны, намного быстрее, чем в свое время потребовалось кораблю «Апполе». И за месяц удалился в космическом пространстве на 1 миллион миль. В феврале 2007 года, уже на расстоянии миллиарда миль от Земли, корабль промчался мимо Питера и взял курс на Плутон. Пролет мимо Питера и его спутников послужил своего рода генеральной репетицией, в ходе которой ученые испытали работу нового бортового оборудования. Затем, через 8,5 лет «Нео» направился к Плутону и перешел в режим гибернации, из которого он раз в год выводился в целях проверки бортовых систем. Однако в это время команда ученых работала еще интенсивнее. Удалось вдруг обнаружить, что Плутоны хороньи одиноки, еще в 2005 году, то есть еще до запуска «Нео». Небольшая группа астрономов во главе с Халлом Вивером открыла с помощью телескопа Хаббл еще два спутника Плутона. Диаметр каждого из них составлял 100 миль. Спутникам дали название «Никто» и «Гидро». Они были выбраны по первым буквам проекта «Нео». Затем, в 2011 и 2012 годах были открыты еще два спутника меньшего размера «Керберестикс». Малые размеры этих двух небесных тел заставили специалистов по небесной механике сильно понервничать. Никто до сих пор не выяснил, каким образом Плутон смог их затащить в свое гравитационное поле. Поскольку сила тяжести на поверхности этих спутников очень слаба, то малые тела, летящие в поясе Койпера, могут спокойно выбивать с поверхности этих спутников частицы вещества. Именно по этой причине в области, окружающей Плутон, может наблюдаться повышенная плотность потока таких маленьких осколков, состоящих из льда и камня, что потенциально создает смертельную ловушку для зонда «Нео». Как заметил по этому поводу Вивер, стоит одному какому-нибудь осколку размером в миллиметр на сумасшедшей скорости и ударить по зонду, и полет тут же завершится. Команда ученых целых полтора года строила математические модели, учитывающие фактор космической пыли, подкрепляя свои теоретические выкладки экспериментами. Для этого на испытательном полигоне NASA White Sands в Нью-Мексико и в Дейтонском университете Вагая пришлось использовать сверхзвуковые пушки. Которые обстреливали крошенными снарядами точную копию зонда «Нео». В итоге оказалось, что ученые еще до запуска выбрали, к счастью, наименее опасную траекторию полета зонда. Однако, по словам Марка Буя, полностью снизить риск...